Он является символом 20 века и по сей день, атом, который подтолкнул мир к прогрессу и просвещению. Врач, аналитик, исследователь, всколыхнувший целые школы и науки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в маленьком городе Приборе-Фрайберге, нынешней Чехии. Его родители – евреи. Отец – якоб, купец, в третий раз женился и переехал жить в этот город. Братья и особенно сестры последовали за ним. Смышленого ребенка окружало католическое общество. Лишь несколько десятилетий спустя город удостоит его своими почестями. Однажды многими любимый, а многими ненавистный Фрейд, с одной стороны почитаемый, с другой гонимый, сказал, вспоминая угрозы и обвинения своих друзей и учеников, «Мои современники не согласны с высокой оценкой моих достижений». Тихая Моравия Леос Яночек и Грегор Мендель – выходцы из ближайших окрестностей. Зигмунд Фрейд – гражданин Королевской Имперской Монархии, позже Австрийской Республики, вплоть до 1938 года. Атеист, который не хочет терять своего еврейского происхождения. Гуманист и философ, драматург, литературный критик и археолог. Как души, так и классической древности. Спустя три года семья покидает его родной дом и переезжает сначала в Лейпциг, потом в Вену. В этом городе, благодаря анализу и толкованию сновидений, Зигмунд Фрейд найдет новый путь к душе человека. Я начал свою профессиональную деятельность как невропатолог, пытаясь достучаться до разума моих пациентов-невростенников. Мой собственный труд привел к открытию некоторых новых деталей о подсознательном мире через инстинктивные проявления, благодаря чему появился психоанализ, новый метод лечения нервных заболеваний. Нервничaient о том, Cyberтийной обложениям. Психиатр по профессии Психиатр по профессии Испытания, параллельный мир сознания и подсознания, страхи и угрозы Поиск счастья Пути прозрения ведут в Вену и из Вены Здесь он на протяжении почти 50 лет заново воссоздает мир человека Точно так же, как и Шенберг, Кандинский, Гедель или Витгенштейн Но труд его самого вечен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вена Вена – его город Семья Фрейда переезжает в другой район Где несколько столетий назад Иоганн Штраус, старший Сочинял увеселительную музыку Зигмунд – прилежный ученик Объект восхищения его бедной семьи И отличник в средней школе Он с жадностью впитывает в себя гуманитарные науки Интересуется библейскими рассказами и другими героями Ганнибалом, Кромвелем, античными поэтами, например, Сафоклом Он блестяще сдает экзамены на уровень А Профессиональная карьера уже, возможно, четко вырисовывалась перед его глазами Ученый почти-феномен Сфера, скорее, медицинская В 1873 году он поступает в Университет Вены Позже он говорит В первые годы я изучал основные предметы Физику и историю Работал в лаборатории На каникулах дважды посылали в зоологический парк Триеста Стал протежей физиологического института Где под руководством профессора Бруке Изучал гистологическую работу нервной системы В 1881 году после службы в армии Фрейд, получая докторскую степень Работает в главной больнице Вены И становится профессором в 1885 году Однако строить общепринятую карьеру так и не начнет Он был обыкновенным ученым Именно здесь зародился успех Исследователь мозга, невролог Изучает истерический невроз путем проникновения Сначала с помощью гипноза Подсознание больного человека 1884 год Внимание! Фрейд использует кокаин в экспериментах над самим собой Он открывает анестезирующие средства в лечении и хирургии Но вскоре губительный наркотик начинает проявлять себя Общепринятый научный подход, практикуемый в высших учебных заведениях Еще не сбил его с колеи Он экспериментирует с физиологией Фрейд не хочет продолжать свою независимую университетскую карьеру В психиатрической клинике в Вене Он решает завести семью Молодой успешный врач без памяти влюбился в Марту Берней Дочку еврейской семьи из Гамбурга Это приводит к новому повороту в жизни Париж и стипендии психиатрической клиники Сальпетриар Здесь Фрейд сталкивается с умственными болезнями в таком широком масштабе Что узнает для себя что-то новое Среди истеричных женщин, попавших под гипноз или внушение Он становится наблюдателем, помощником А затем почти близким другом и переводчиком гения в медицине Жанна-Марии Шаркот Париж, 85 и 86 годы 19 века Помимо посещения церквей и увлечения античными предметами Лувра Мир как во сне, так вспоминает Фрейд И сочинение горячих писем Марте Он ищет пути проникновения в человеческую сущность Органические болезни возможно лишь проявление души Сознательное и несознательное в каждом из нас Стоит друг против друга Иногда взаимодействуя, а иногда нет Все это он осознал благодаря церквям для женщин, страдающих истерией и комплексу бывших военных В Салпетриере Зигмунд Фрейд знакомится с различными проявлениями умственного и психического расстройства Он найдет подход и опишет эти различные сферы человека так, как никто никогда ранее Люди будут любить его и ненавидеть Он будет гением и изгоем Иной путь во внутренний мир человека Путь гуманиста Ведь он считает, что к истеричным и нервным людям следует относиться без презрения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда я думаю о Фрейде, сначала становится страшно Я хотел бы встретить Моцарта, точно так же, как и Зигмунда Фрейда С удовольствием бы познакомилась с Зигмундом Фрейдом Прогулялась бы с ним и его шпицем в снежную метель Только не спрашивайте, захотела ли бы я оказаться на его больничной кушетке Возвратимся в Вену С багажом парижского опыта и открытий Фрейд держится в стороне от общества врачей Мучительный опыт, который ему еще не раз здесь пригодится Он продолжает свою практику Исследования и публикации в качестве второй линии обороны Сначала в детской больнице в центре города После помолвки, продолжавшейся четыре года Женится на марте Это счастливый брак и дружба, которые будут длиться годами У них шесть детей, позже внуки Его большая семья, строго отделенная от профессиональной сферы В этот период постоянно увеличивается Зигмунд Фрейд, как глава семьи, в центре Фрейд — опора всего домашнего хозяйства Он работает в частной клинике умственных и нервных заболеваний в Вене Обердоблинг Начинает свою собственную практику в Радхауштрассе Психиатрическая клиника становится популярной Однако после Салпетриера Зигмунда ждет события, имеющие немаловажное значение Встреча с Йосефом Бройером Йосеф стремился выяснить причину истерии с помощью гипноза Акт очищения души? Архиэксперименты? Сны? Сексуальность? Из-за сексуальной тематики Брой разрывает дружбу с Фрейдом Его партнером становится другой человек Вильгельм Флис Который в действительности — отоларинголог из Берлина После некоторых аналитических размышлений Фрейд решает описать Флису его эдипов комплекс Вскоре его начинают увлекать другой прогрессивный профессиональный термин — сексуальная патология Фрейд, будучи отцом, говорит «Я молодой и единственное, к чему стремлюсь я — это просвещение философии и, кажется, для этого следует повернуть от медицины к психологии» Субтитры создавал DimaTorzok Центр города обустроен Он разрастается и становится самым популярным местом Рукой подать до Венского университета и музыкального квартала Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Сегодня мы проходим мимо кафе, странных бизнес-центров и психоаналитического издательства, позже основанного Фрейдом В те дни Вена была городом грюндерства, патриархальное общество и образование новой науки желаний и сексуальных фантазий, случайных ошибок, либидо, инстинктивной жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Центр города расширяется в результате постоянного увеличения частного сектора и перепланировки Он переехал сюда 20 сентября 1891 года и был изгнан национал-социалистами 3 июня 1938 года Фрейд в 90-х – врач и узнаваемый исследователь После проведенных самоанализов он формулирует несколько научных изречений для всего 20 века Он пишет С детства человек стоит на пути Вдруг ограждение рушится, защита ломается и внутреннее становится видимым Код секса Стоит разгадать и все встанет на свои места Конечно же, меня переполняет восхищение Фрейд на пороге 1900 года Он часть авангардного общества Вены Где-то между искусством и Карлом Краусом Перед тем, как отправиться по терапевтическому пути в бессознательное Третье по счету событие наносит ему удар извне Смерть отца в 1896 году Фрейд сталкивается с диалектикой его теорий Он видит противоречия и впервые осознает Существование побочных результатов своих анализов Но суть в признании того факта, что анализ обнаруживает зачастую скрытые Иногда самые интимные или уязвимые наши черты Так же, как и черты самых близких и любимых людей Однако они могут быть настроены и враждебно по отношению Как он встретит своими сочинениями эпохального значения Психопатология обыденной жизни Или три эссе о теории сексуальности Фрейд вспоминает Пациенты рассказывали мне так же о своих снах Это не симптомы болезни, а проявление обычного внутреннего состояния Ты на самом деле веришь, что на мраморной плите напишут Здесь «Секрет сновидения» сам открылся доктору Зигмунду Фрейду 24 июля 1895 года Зигмунду Фрейд вспоминает Есть проблемы с этим термином, поскольку при толковании сновидений Всегда неизбежно, чтобы человек сам о своем сновидении рассказал После чего возникает необходимость самостоятельно все это сформулировать И отвоевать свою свободу Когда я размышляю по поводу толкования сновидений, мне больше по душе Жан Поль, чем Зигмунд Фрейд Думаю, толкование сновидений по Фрейду имеет, скорее всего, более литературное значение, нежели психологическое В толковании сновидений я вижу слишком широкое использование принципа причинности Фрейд Фрейд – исследователь души Фрейд – археолог, фанат античного мира и путешественник Юг и античный мир – предметы всей его жизни На протяжении многих лет он путешествует с семьей в Рим, Помпеи, Крит и Афины Моисей руками Микеланджело Виды его любимых мест на стенах перед его столом В его коллекцию входят ценные предметы старины Позже Фрейд назовет их «Мои старые и грязные боги» Их число переваливает за сотню Фрейд чувствует себя у истоков истории Доказательства его теорий в мифах, иудаизме, античных временах, извечной борьбе мужчин и женщин Сон и неврастинический восторг Отторжение души, словно лабиринт Для Фрейда доказательством его суждения служит такой воздвигнутый символ сексуальности, как пропеллия Накрополя Изо дня в день на протяжении многих лет Неотъемлемая часть его жизни — это семья Длительные летние каникулы между Зальцком, Мергутом и Верхней Баварией Ординации, исследования, публикации Непрерывный поток студентов с их горячими суждениями В академической и культурной жизни Вены Зигмунд Фрейд занимает особое место Его уважают, ненавидят, за ним наблюдают, а иногда его даже боятся В 1902 году его назначают доцентом Венского университета В 1905 году помимо теории сексуальности публикуется «Шутка и ее связь с бессознательным» В 1908 году в Зальцбурге проходит психоаналитический конгресс Далее следуют и другие В 1910 году выходит «Введение в психоанализ» и закладывается фундамент Венской международной психоаналитической ассоциации Фрейд назначает Карла Густава Юнга в президента, который позже вместе с Альфредом Адлером его покинет Бергаса-19 по-прежнему является центром города В повседневной жизни Фрейд ведет наблюдение над самим собой, используя собственный метод, благодаря которому он закрепился в сознании половины человечества Так он комментирует Я позволяю моим пациентам комфортно расположиться на кровати Без какого-либо влияния с моей стороны Сам я скрыт и от их взора сижу на стуле за ними Никакого физического контакта Я побуждаю их рассказать обо всем, что проносится у них в голове, даже если они думают, что это незначительные или глупые детали Зигмунд Фрейд Пути к познанию сущности Вена Бергаса-19 Потаенные уголки души Лабиринты и дороги в глубины неизведанного Лабиринты и дороги в глубины неизведанного Лабиринты и дороги в глубину неизведанного Лабиринты и дороги в глубины неизведанного КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Несомненно, Зигмунда Фрейда последние 10 лет ценят слишком высоко. Думаю, его достижения принесли пользу не только в терапии. Они служат основной характеристикой венского модернизма, который значительно отличается от парижского. Считаю, что без Зигмунда Фрейда эволюция человека оказалась на более низком уровне. Его анализ и размышления над сущностью человеческой души и какой человек в реальности – это одна из самых важных тем. Да, Зигмунд Фрейд – человек из Старой Австрии, который пристально взглянул в наши сердца. А мы еще не успели отойти от этого взгляда. Зигмунд Фрейд – это все-таки человек без мысли, о котором все становится в принципе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И он в Нью-Йорке, где главным образом интересуется античным разделом в музее Метрополитен. Затем едет в Бостон по приглашению прогрессивного руководства еще молодого Кларкского университета в Вустере. Фрейд читает лекции в крупном христианском колледже, где ему тут же присуждается почетная докторская степень. Он преподносит введение в психоанализ, после чего эта работа сразу публикуется. Это издание взбудоражило весь академический мир Америки. Взбудораживание в психоанализе На протяжении десяти лет тема психоанализа развивается именно здесь. Взбудораживание в психоанализе Однако ситуация с коллегами и академический мир Европы складываются иначе. В 1902 году Фрейд организует встречи в своей квартире «Ассоциация психологов по средам». Чаша Грааля новой науки – встречи для познания сущности и последующей терапии. Присутствуют почти все знаменитые личности – Стеккел, Джеккел, Федерн, Хичман, Сакс, Ранг, Адлер, Блойлер, Фишер, Юнг, Ферензи, Абрахам – каждый из которых основал, если не школу, то по крайней мере собственную программу. Его журнал «Имаго» отображает современные события, например, мировую войну, которая на Фрейда наводит ужас. Зависимый от сигары Фрейд становится звездой второго десятилетия. К нему приходят приверженцы искусства и интеллектуалы, например, Густав Малер незадолго до своей смерти в августе 2010 года советовался с Фрейдом по поводу своего брака. 1911 год. У Фрейда серебряная свадьба. Семейство разрастается под своим отцом, который, продолжая лечение, в 1913-м издает следующую книгу «Тотом и табу». Дает оценку общества того времени, заявляя «Внутренний мир зверей и неврастенников или мир среди инцеста религии и агрессии». Доктор Фрейд вылечивает одного за другим. Клиентура очень специфична. Все, что нужно – кушетка и взгляд в душу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С 1920 года «По ту сторону принципа наслаждения» соединяет теорию исполнения желаний с инстинктивным дуализмом эроса и смерти. Учения Фрейда становятся культовыми, публикуются книги по психологии масс, а также «Я и оно» и, наконец, «Суперэго». В 1923 году Фрейду поставили диагноз – рак полости рта. Он выдержал 33 болезненных операции, последствия которых – депрессия. Путешественник и заядлый игрок в тару становится ординарным профессором. Его друзья по переписке – Рилке, Хэссей, Томас Манн, Вофель, Звик и Ромэн Рулан. Что касается его отношений с англо-саксонским миром, в 1935 году он становится членом британского королевского медицинского общества, которое мигом спасет ему жизнь главным образом благодаря Эрнесту Джонс. Затем, через несколько лет, Мария Бонапарт, принцесса, Лу Соломе – писатель, один из первых аналитиков женской души. Один из членов семьи выделяется особенно. Анна – человек, которому Фрейд доверил продолжить свою деятельность. Анна – человек, которому Фрейд доверил продолжить свою деятельность. Он становится чрезвычайно политически настроенным. В 1930 году он публикует «Цивилизация и недовольство», пытаясь доказать, что религиозная вера прививается еще с младенчества, желание на предэдиповой стадии слиться воедино с всемогущей матерью. Последние каникулы на окраине Вены. Зачастую Фрейд был зарисован в движении, мерцающей картинке тощего и длинного, властного, но ироничного мужчины. Жизнь в центре города Глава семьи До начала 30-х годов Фрейда встречали с антисемитской враждебностью. В то же время ему отдают высокие почести во Франкфурте, Вене, Голландии, почти во всем мире. В 1933 году он вместе с Альбертом Эйнштейном напишет «Зачем война?». Его никогда не выдвигали на получение Нобелевской премии, однако он звезда мирового масштаба, глубоко уважаемый и в то же время резко критикуемый в некоторых странах. Фрейд учил нас, что идея значимого и очень значимого проблематична. Так как этой идеей мы научились от Фрейда, то он, конечно же, один из самых значимых людей. Безусловно, Фрейду не нравились женщины, думающие только о себе. С другой стороны, он пытался снять оковы с женщин. Это противоречие. Оно тоже имеет место. Несомненно, что первостепенные достижения Фрейда касаются сексуальности и именно женщин. Ведь впервые был сделан огромный вклад в этой сфере, а также не следует забывать о его достижениях в искусстве. Вы только представьте, что Фрейд упоминает в своих работах около двухсот различных мастеров из мира искусства античности, модернизма и проводит с ними дискуссии. Конечно, секс и его вариации существовали и ранее, но Фрейд начал показывать, как секс связан с силой. Он не ассоциировал его с порнографией, а представил секс как удовольствие, которое можно воплощать в жизнь. Это первый шаг, а следующий за нами. Думаю, мы обязаны Фрейду, что сексуальность стала частью нормальной, полноценной жизни. Фрейд воспринимал секс и женственность чересчур с мужской точки зрения. Пока в Европе бушевал фашизм, Фрейд возвращается к статуе, которая его внимание приковано на протяжении многих десятилетий. Моисей Микеланджело, воплощение мужчины и великий образ, говорящий о религии и расе, эмоциях, свободе, поведении. Санкт-Петриэра Видимо, он уже в который раз рождался заново и без устали проходил путь к церкви Сан-Петру в Винколе, словно в первый раз. всматривался во фрески, вспоминал об истеричных женщинах Салпетриера и уходил в античность к сфинксам. Все сходится в одной точке в глазах рогатого, властно жестокого и жадно обеспокоенного мраморного человека. Не так ли? Я придаю публикации Зигмунда Фрейда пламени. Наверное, немало времени он провел перед этой монументальной фигурой статуей, подлежащим и ухмыляющимся папой, с цепями святого Петра за спиной. Враждебность по отношению к Фрейду возрастает с каждым днем его существования. Вскоре он даже не сможет остаться в присоединенной Австрии. Он покидает страну, чтобы спасти свою жизнь. Однако его старшие сестры погибают в концлагере. Когда он уходил, то прокомментировал сложившуюся ситуацию, заметив, что услуги гестапо были бы полезны каждому. Это наиболее изысканный способ оскорбить противника. Это не очень элегантная способ, чтобы обеспечить противника. Субтитры создавал DimaTorzok 15 марта 1938 года. Шайка нацистов ворвалась в его квартиру. Он еще может убежать, захватив с собой вещи, предметы и зарисовки. В Лондон еще на один год с самыми близкими, семьей. Серьезно больной, но полный духа пожилой мужчина. Последнее пристанище в этом мире. У него еще есть терпение. Его рисует Дали, когда тело уже разлагается. Однако его дух еще будет веять во всем мире на протяжении многих десятилетий. 23 сентября 1939 года Зигмунд Фрейд ложится, чтобы умереть. Запрограммированная смерть. Мне пришлось дорого заплатить своим врагам за свои научные наблюдения. Люди не верили в результат моей работы и считали мои теории сумасшедшими. В конце концов, я вынес психоаналитический подход на мировой уровень, но борьба еще продолжается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...